Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня также 13 октября. Сейчас я вам только что показывала, как растет монгольский карлик в брошенных условиях, ну то есть совсем без ухода, там где под грушей, где тень, где он зарос, где его листьями завалило. И он там все равно показал чудеса выносливости, он сформировал свои плоды и поспел. Сейчас я покажу вам, как растет монгольский карлик у меня в середине октября. В таком, как бы вам сказать, ну в полуприкрытом помещении. Тут у нас старая заброшенная теплица когда-то. Ну видите, тут есть, где-то есть окна вставлены, где-то нет. Ну тут более-менее ему хорошо. И вот почему я его в разных местах рассадила. Я уже показывала вам, на улице он на солнечном месте рос. Потом вот рос там, где под грушей, в темном месте без ухода. Здесь вот, здесь я посадила специально попозже, чтобы снять его в зеленом виде и положить на дозаривание. Он сформировал тут тоже много плодов у меня. Сейчас я пройду вдоль этого рядка и покажу вам. Тут у меня с одной стороны растут огурцы, с другой стороны вот этот монгольский карлик. Тут вот даже огурец к нему приполз издалека. Для чего я это делаю? Туда посадила, сюда. Потому что сорт этот новый, я его не выращивала ни разу. А в прошлом году и в этом году очень многие-многие люди интересовались этим сортом. И так как для многих он новый, они задаются очень много вопросов. Как он растет? Какой уход нужен? Сильно ли он прихотливый или нет? Как он дозаривается? Долго ли он хранится? Ничего этого я не знала. И я захотела в этом году узнать о нем сразу все. То есть испытать его в разных условиях, со всех сторон изучить его. И вот теперь я уже знаю, как он растет на солнечном месте в хорошем. Как он растет в тени без ухода. Как сейчас буду узнавать в течение октября-ноября. Как он на хранение, если его заложить в подвал. Как он дозаривается. И вот на будущий год, высаживая томат монгольский карлик, я уже буду знать о нем все. То есть я буду владеть стопроцентной информацией. И я могу уже ответить на все ваши вопросы. Нынче он для меня еще был пока что как не изученный. Но вот смотрите, он чуть позже здесь посажен. Естественно, это все специально было сделано. Вот он еще вовсю цветет. Но это ничего, я возьму только те плоды, которые он уже сформировал. Этого достаточно, потому что если бы мне брать все плоды, которые он вообще может. Ой, это там листья шебуршат огуречные. Если бы мне брать все плоды, которые он способен вообще в принципе сформировать. Мне подвала бы не хватило, он же сильно урожайный. Я возьму, вот у меня наберется лотка 2, вот этих зеленых. Почему сажу позже и почему именно беру плоды не с тех кустов, у которых там последыше. Потому что я хочу взять хорошие, молодые, здоровые плоды. Именно не остатки, а вот те плоды, которые сформировались и которые вот сейчас уже скоро должны были бы поспеть. Но поспеют они у меня в подвале, потому что я хочу узнать, появится ли у него томатный вкус. Если его сорвать зеленым, а потом дозаривать, не испортится ли он. И вообще все, все, все. Потом зимой в подвале я вам все это покажу и расскажу. Вот пока что показываю вам, что в середине октября вот этот томат, он вполне себе. Если бы здесь была теплица, например, обогреваемая, он бы, наверное, рос и дальше, он бы плодоносил. Смотрите, видите, сколько цветочков, сколько завязей у него новых. Он думает, что у него это начало жизни, что вот сейчас он, ну как сказать, распушит свои вот эти пасынки и даст много-много плодов. Но, к сожалению, сейчас я его буду обрывать и потому что у нас идет холодный фронт, холодной погоды. На этом у нас сезон заканчивается, не сегодня, а завтра. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это еще раз о монгольском карлике. Сорт не всем знаком, не все его выращивают. В интернете очень разная о нем информация. Его и называют чудо-сортом. У него очень дорогие семена. Ну вот мы посмотрим, что он за чудо-сорт. До свидания.